Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить не о целом списке финансовых инструментов, а об одном, и даже не финансовом инструменте, а об одном графике. Но динамика этого графика напрямую касается практически каждого россиянина, а косвенно вообще всех касается. Сегодня будем с вами говорить о ценах на бензин. Мы знаем с вами прекрасно, что цены на бензин склонны к росту и практически никогда не наблюдали серьезное их снижение. Однако последняя динамика просто пугает. И мы с вами в этом видеоролике поговорим о том, почему, собственно говоря, растут цены на бензин, какие существуют основные драйверы, что делает государство для этого, что делает оно для того, чтобы сдержать или, может быть, как-то компенсировать этот рост. Ну и, конечно же, поговорим с вами о том, к чему могут привести высокие цены на бензин. С вас, как всегда, лайк, подписка, несколько слов, комментарии, делитесь видеороликами со своими друзьями и знакомыми. Поехали! Ну а начать я хотел бы с двух организационных моментов. Первое. Сегодня в 15 часов 15 минут по московскому времени ЕЦБ примет решение о процентной ставке. А в 15.45 состоится пресс-конференция ЕЦБ. Тут существует интрига, потому что поднимет ЕЦБ ставку или нет практически 50 на 50, во всяком случае по мнению участников рынка. Так что мы посмотрим на саму ставку и внимательно посмотрим за пресс-конференцией, потому что там могут быть интересные детали. Я же в своем телеграм-канале проведу русскоязычную текстовую трансляцию пресс-конференции ЕЦБ. Поэтому, если вы хотите понимать движение на европейской валюте и дальнейшие перспективы, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка есть в правом верхнем углу, в описании и название есть на экране. И второй момент. Напоминаю, что я веду молодой проект, который заключается в серии закрытых телеграм-каналах, где обсуждается спекулятивная торговля на целом ряде финансовых инструментов. Проект осуществляется при поддержке брокера, который помогает мне реализовывать все эти спекулятивные идеи. Поэтому, если вам эта тема интересна, детали, что нужно делать, также находятся в описании. А в правом верхнем углу контакт в телеграм-канале, который поможет вам ответить на вопрос. Итак, в России резко подскочили цены на автомобильное топливо. По данным Росстата, на 4 сентября этого года средняя стоимость бензина 92-го составила 50 рублей 83 копейки. 95-го 55 рублей 38 копеек, а дизель и вообще 61 рубль 58 копеек. Но, как мы знаем, Росстат немножечко живет своими цифрами, поэтому, конечно же, реальные цены отличаются, причем в большую сторону. Где-то 92-й продают уже по 56 рублей, 95-й по 62, дизельное топливо вообще по 66. Ну, а рекордные цены, например, на дизель вообще отмечены в Суздале. Там его цена достигла практически 80 рублей за литр. Кстати говоря, тоже интересно почитать ситуацию в вашем регионе, поэтому в комментариях к этому видеоролику, пожалуйста, напишите, под чем вы заправляете свою машину. Но, помимо этого, в некоторых регионах бензина на заправках вообще не хватает. Дефицит топлива зафиксирован в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Краснодаре, в Крыму и в Калмыкии. Но каковы же причины роста цен на бензин? Рост розничных цен во многом зависит от оптовых тарифов. Торговля топливом осуществляется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. А на сайте самой биржи можно найти график биржевых цен, из которого следует, что тонна 92-го стоит 68 578 рублей, а тонна 95-го в биржевые цены это 75 915 рублей. Ну и с дизельным топливом, собственно говоря, там такая же история, но самое главное что? Это динамика, исходя из которой мы видим, что с конца августа цены просто устремились вверх. Вас маленько может смутить несоответствие цен за тонну и за литры, которые мы платим в АЗС. Но все дело в том, что плотность бензина в среднем составляет 760 грамм за литр, поэтому когда вы будете переводить тонны в литры, обязательно делайте поправку. Но почему же цены дорожают там, на бирже? Причин несколько, и все их можно разделить на две группы. Первая это сезонная и вторая не сезонная. Начнем с сезонных. Отмечается рост спроса на дизельное топливо со стороны сельскохозяйственных потребителей, что объясняется сезоном уборки урожая. Соответственно, нефтеперерабатывающие заводы были к этому готовы и переориентировали производство на выпуск именно дизельного топлива. Это затронуло и рынок бензина, потому что выпуск его пришлось сократить, что и стало поводом роста цен на все, и на дизель, и просто на бензин. Вторая причина из графы сезонной это сезон отпусков и связанный с этим рост спроса на топливо со стороны простых автомобилистов. Третья это, собственно, приостановка работы нефтеперерабатывающих заводов для плановых ремонтов и отслуживания оборудования. Объемы выпуска, соответственно, традиционно снижаются в конце лета, потому что все эти плановые работы происходят именно под конец лета. Как мы сами понимаем, сезон отпусков закончился, уборка урожая тоже закончится, поэтому все эти сезонные факторы со временем должны оказывать все меньшее влияние на цен на нефть. Но есть вторая категория, да, это несезонные факторы, и вот они на самом деле более пугающие. Первый из них это ослабление рубля. Экспорт стал более выгодным, чем продажа внутри страны. Поэтому производителям нефтепродуктов лучше продать за бугор, чем в Россию. Но этот фактор появился не вчера. И уже в 2019 году придумали демпферный механизм, который был как раз-таки разработан для удержания цен на топливо. Если экспорт нефтепродуктов становился выгоднее, чем поставка на российский рынок, то государство доплачивало бизнесу, если он не вывозит бензин за рубеж. В противном случае нефтяники пополняли бюджет России. Но вся беда в том, что государство немножечко изменило правила игры. И это второй несезонный фактор. Снижение налогового вычета для нефтяников при продаже топлива на территории Российской Федерации. В России приняли закон, срезающий выплаты по топливному демпферу и повышающий акцизы на бензин и дизель. Соответствующий документ с поправками в налоговый кодекс подписал президент страны. И согласно закону, выплаты по топливному демпферу сократят вдвое с сентября 2023 года по декабрь 2026 года. Согласитесь, интересное совпадение. Как только с сентября срезали всем поддержку по топливному демпферу, так сразу цены на бензин в сентябре перешли в рост. В правительстве это решение объяснили тем, что сети компенсации от государства идут в маржу переработчиков и вообще они там в шоколаде все купаются. Но также отмечается, что в результате корректировки выплаты нефтяникам бюджет будет экономить около 30 миллиардов рублей в месяц. И мне кажется, что это была основная причина для введения этих поправок. И тогда получается, что цены на бензин уверенно перешли в рост сразу же после того, как вступило в силу решение государства. И возможно это один из самых главных драйверов роста цен на бензин. Конечно, в правительстве понимали, что это приведет к росту цен на бензин. Поэтому обязали Федеральную антимонопольную службу следить за тем, чтобы нефтяники не повышали цены на свои продукты. Но ФАС, очевидно, не справляется. Единственное, что они делают, так это отмечают то, что цены на бензин действительно растут. Биржевые цены обновили исторический максимум. Выплаты нефтяников за дешевый бензин достигли максимума. Продажа бензина начала приносить убытки. Розничный цен на топливо продолжил расти. Это все новости, которые мы получаем с вами от ФАС. Вот вчера нашли они новый способ заморозить цен на бензин. И этот способ сводится к регулировке тарифов на транспортировку топлива. И да, тарифы это еще один несезонный фактор удорожания цен на бензин. Потому что выросли цены на перевозку по железной дороге. Соответственно и конечная стоимость топлива тоже подросла. Ну и пожалуй последний несезонный фактор это рост цен на нефть. Да, цены на нефть перешли в уверенный рост с начала лета 2023 года. Мы с вами на этом канале все это обсуждали. И говорили о том, что в целом цены на нефть могут продолжить свой рост. Но мы должны с вами понимать, что в стоимости бензина стоимость нефти минимальна. Из-за того, что там существует целая гора налогов, акцизов, демпферных механизмов. Получается, что рост цен на нефть не приводит к существенному росту цен на бензин. В справедливости ради в обратную сторону это тоже не работает. Именно поэтому, когда цены на нефть снижаются, цены на бензин могут оставаться высокими. Проанализировав всю информацию, мы с вами пришли к выводу, что, пожалуй, главным триггером для роста цен на бензин является поправки в налоговый кодекс, который инициировали и внедрили сами власти. Но что власти предпринимают для того, чтобы решить вопрос с ростом цен на бензин? То есть, де-факто решить вопрос с последствиями. Но здесь у нас все как всегда. В Госдуме традиционно предложили ввести госрегулирование цен. Да, они посчитали, что в целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин и так далее, правительство вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней. Другой законопроект от ЛДПР уже находится на рассмотрении. Там предлагают устанавливать фиксированные цены с 1 января 2024 года, причем на 3-5 лет по договоренности с нефтяными компаниями. В общем, наши власти, как всегда, борются с последствиями, а не с причинами. Но сколько это может продолжаться и к чему все это может привести? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подвести все под одну черту. Итак, рост цен, очевидно, связан с ослаблением рубля и ростом цен на нефть. Все это привело к тому, что нефтепродукты выгоднее продавать за рубеж, чем внутри страны. Чтобы этот как-то компенсировать, существовал демпферный механизм. И существует сейчас, его, кстати, никто не отменял. Но правительство снизило меры поддержки нефтяников, от чего, собственно говоря, демпферный механизм сломался. И нефтяникам, очевидно, продавать за рубеж выгоднее, чем внутри страны. Существует, конечно, мнение, что нефтяники специально взвинчивают цены на бензин, для того, чтобы дать правительству сигнал, что отменять меры поддержки не надо. Но есть и мнение, что действительно нефтяникам сложно удерживать цены на бензин, и они растут просто потому, что предложения стало меньше. Какая бы причина ни оказалась бы истиной, факт налицо. Есть снижение мер поддержки, есть рост цен на бензин. Второе. Все решения проблемы ориентированы на именно замедление темпов роста. Не на снижение цен на бензин, а хотя бы на то, чтобы остановить его рост. При этом все через ограничения. И тут я вспоминаю ограничение цен на сахар и подсолнечное масло, которое правительство вводило в конце 2020 года. Надо сказать, что мер достаточно действенные, и цены на сахар дико не взлетали. Потом, правда, продлили это ограничение еще на 3 месяца. Это вызвало много споров, много вопросов, но в целом вопрос по сахару был снят. Сейчас я могу предположить, что правительство действительно зарегулирует цены на бензин на 3 месяца. Это будет октябрь, ноябрь, декабрь. Потом продлят еще на 3 месяца январь, февраль, март. Потом пройдут президентские выборы, и, собственно говоря, госрегулирование можно отменять. Такой сценарий я нисколько не исключаю. Он, конечно, нечестный. Может быть, он поможет, а может быть и нет. Но самое главное, чтобы бензин не штурмовал максимум вплоть до марта 2024. Ну и третий вывод, который можно сделать, печальный вывод, он заключается в том, что высокие цены на бензин приводят к разгону инфляции. Потому что все те продукты, которые вы покупаете на полках в магазинах, все они содержат в себе стоимость доставки, которая растет из-за роста цен на бензин. И чем дольше цены на бензин остаются на максимумах, или вовсе чем выше они растут, тем больше будет проинфляционный эффект и разгон инфляции. Теперь давайте подумаем, когда стоит ждать какого-то снижения цен. Ну, смотрите. Нужно, чтобы правительство вернуло меры поддержки, а еще лучше усилило. Пойдут ли на это власти или нет? Ну, в условиях огромных бюджетных трат и условий бюджетного дефицита, я думаю, нет. Также укрепление рубля поможет в решении этого вопроса. Но, как мы с вами обсуждали на этом канале, укрепление рубля – это вопрос такой очень сомнительный. Снижение цен на нефть на данном этапе тоже не очень-таки уж реальная история, потому что цены на нефть растут. Прогнозируется дикий дефицит нефти на мировом рынке в 3 миллиона баррелей в день. Это много. Поэтому то, что цены на нефть перейдут в уверенное снижение, до конца года нифига не верится. Также уход сезонных факторов. Это да. Можно предположить, что к октябрю весь урожай будет собран, ну и, собственно говоря, спрос снизится, и цены на нефть, на бензин могут стабилизироваться. Ну и, собственно говоря, еще один фактор – это госрегулирование. То есть ввести ограниченные цены, ну а там уже может поможет, а может и нет. Да, именно так. История России знает случаи, когда госрегулирование спасало ситуацию, но не меньше случаев и было, когда госрегулирование приводило к исчезновению товара, появлению серого рынка, который в конечном итоге выливалось в глопирующий рост цен на этот самый товар. Как будет развиваться ситуация у нас, в нашей истории, покажет время. На этом все. Спасибо за внимание. До скорого. Продолжение следует...